всем привет с вами оксана лифенко и я рада приветствовать вас на своем канале вязание для кукол сегодня я покажу вам как вязать резинку один на один вот такое вот эластичное полотно наберите для образца например 20 петель а я продолжу вязать свои гетры мне как раз нужно сейчас вязать резиночку первую петлю как обычно снимаем следующую вяжем лицевой следующую петлю изнаночной снова лицевая и изнаночная и так вяжем до конца ряда чередуя одну лицевую 1 изнаночную 1 лицевая 1 изнаночная мы с вами вяжем резинку один на один во втором и всех последующих рядах мы вяжем над лицевой петелькой лицевую над изнаночной изнаночную если вы набирали для образца очевидное количество петель ты у вас сейчас 1 будет лицевая у себя я только сейчас заметила что вот здесь каким-то образом у меня петля потеряла столь я сделала 2 вместе то ли вместе с кромочная потерялась поэтому у меня нечетное количество петель и соответственно первое меня не лицевая а а изнаночная поэтому мы просто смотрим какая у нас идет петля вы видите изнаночной поэтому провязываем ее изнаночной лицевой вяжем лицевой изнаночная изнаночная лицевая изнаночной и так повторяем до конца ряда и в высоту вяжем столько рядов сколько вам нужно а тогда связали нужное количество вам рядов высоту у меня это 5 рядов рисин резинки и если вам нужно закрыть петли то сделать лучше это не косичкой а чередуя изнаночную лицевой изнаночную лицевой тогда полотно будет более эластичная смотрите первую петлю снимаем вторую провязываем так как у вас смотрят петли меня это изнаночная я ее провязываю и протягивая сквозь первую петлю все первую петельку я закрыла далее идет лицевая вяжем ее лицевой и также протягиваем сквозь предыдущую петлю на спице следующая изнаночная закрыли здесь лучше петельки вытягивать посвободнее чтобы у нас резиночка была более эластичная чтобы не было стянуто вяжем лицевую лицевой изнаночной изнаночной двигаясь по всему ряду пока не закроем все петельки всего я закрыла петли и вот такой эластичный край у меня получился резинки бывают не только один на один два на два три на три вяжутся абсолютно аналогично просто чередуется например 2 лицевые 2 изнаночные или 3 лицевые 3 изнаночные только учитывайте количество петель если два на два то у вас должно делиться на 4 если три на три то на 6 должно делиться общее количество петель на этом сегодня все видео простое я надеюсь что у вас все получилось ставьте лайк подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео всем пока